всем привет наше приключение начинается на возле ледника я не помню как он называется марды глаз здесь рядом есть ледяная пещера и в общем мы отправились покорять монблан можно сказать налегке наш маршрут рассчитан примерно на пять дней мы сегодня должны дойти до приюта здесь есть приют между космиком и этой точкой там поставить палатки если он не работает переночевать если он работает и я думаю что будет очень весело потому что рюкзаки очень тяжелые и путь нелегкий мы дошли вот до такого так сказать препятствия где пещера сам пещера осталась там и отсюда не видно вот ледник нам надо сейчас с рюкзаками чуть пройди вперед вот наглядно видно рюкзак каждый 20 25 килограмм весит нужно спуститься вниз по вот этим лестницам здесь можно зафиксировать страховку веревку по желанию мы только начинаем свой маршрут первые 100 метров можно сказать мы вот так вот преодолеваем с большими тяжелыми рюкзаками нам нужно спуститься вниз и вот этому леднику по вот этой большой долине отправиться туда в ту сторону ребята тоже не отстают шаг за шагом и постепенно я смотрю ступеньки заканчиваются и дорога уходит вниз я вижу там тоже туристов альпинистов они идут к нам навстречу ледник все больше проявляется все лучше его видно и мы должны будем здесь резко вниз мы уже на леднике и периодически нам попадаются вот такие трещины в которой все падает мы достаточно хорошо здесь потеряли высоту спустились пришли оттуда самого верха где зелень и сейчас нам опять надо будет работать на набор высоты опасно что здесь много щелей чаются вот такие вот отверстия во льду они очень глубокие и там много воды камень уходит сразу даже не видно мы приехали нас поезд привез вот где вот эти строения потом мы спустились вниз по скале по лестницам потеряли высоту и сейчас по леднику идем вверх на самом деле конечно с рюкзаком идти непривычно потому что он очень тяжелый и много там всякой разной экипировки еда газ теплая одежда почти все необходимое там есть что нам нужно можно сказать что я несу сейчас на себе дом свой кухню я играю роль разведчика у нашей команды прокладывают маршрут нам так сказать и потом уже группа следует по этому маршруту иду по льду этот лед здесь лежит я не знаю с каких водов годов кристально чистая талая вода чище этой воды воды не существует вообще на земле ее продают очень дорого вот эту воду талую разливают по бутылкам и продают мы будем пять дней пить вот эту воду ну что друзья мои начался жискать чем выше мы поднимаемся в гору тем сильнее идет дождь и тут у нас уже и речки разные потекли короче говоря экспедиция будет веселая не для слабонервных есть еще время пойти назад мы прошли наверно где-то один километр примерно сейчас будем скоро принимать уже решение потому что солнце садится дожди и может быть мы будем ночевать прям на леднике прям на льду сегодня потому что не уверен что успеем до сегодня дойти до до убежища до приюта катюша самая отважная участница нашей экспедиции до по телевизору вы такой красоты не увидите хотя посмотрите на youtube чеки вау я вообще в таких местах чувствую себя живым на сто процентов чистая воды повсюду сколько хотите бутылочка одна стоит от 5 долларов талая вода сальп мы ее здесь можем пить без ограничений я так понимаю наш путь пролегает прямо уже сейчас резко идем на подъем скорее всего будем надевать кошки до пошли в гору по льду по камням у нас есть специальные шипы кошки так называемые для обуви короче поднялся я без кошек не захотел там останавливаться возвращаться назад сейчас чуть пройду дальше может быть даже поднимусь без кошек до приюта здесь лед нечистый и поэтому можно идти камушки вот эта грязь помогает не скользить с кошками я себя чувствую здесь гораздо комфортней на таких горных прогулках потому что ледники повсюду камни трещин падать ни в коем случае нельзя и вообще по идее нам надо было идти с краю по камням но мне по льду эти больше нравится так как тропа проходит там придется вернуться совсем чуть-чуть осталось до нашего приюта он уже вон там вон на горе хорошо его видно идти стало легче здесь красивее ребят ребята немного отстали я им здесь прокладываю маршрут потому что здесь особо маршрута нету и нужно просто идти в сторону приюта и все сторону ледника потом мы пойдем вверх по этому леднику будет конечно забавно всем доброе утро мы начали штурм ледника вот отсюда я вижу приют в котором мы должны были сегодня ночевать но мы туда не пошли потому что не успели ночевали внизу там был у нас палаточный лагерь сейчас штурмуем ледник и попадаются вот такие вот пещеры достаточно опасные и плюс ко всему еще ухудшается погода пошел дождь вернее даже уже снег наверно потому что высоко здесь холодно короче говоря непростая прогулочка у нас получается сегодня дошли до вот такого вот препятствия здесь небольшого из-за льда и короче говоря сейчас здесь надо будет обвязываться и дальше уже в связки идти потому что так идти по одному опасно мы уже серьезно пошли в сторону ледника в сторону гор сегодня внизу вот там мы ночевали набрали нормально так высоты я думаю метров 500 нам сейчас надо обойти речку найти тропу и уходить в сторону уже нашей точки в сторону нашего приюта следующего продолжаем восхождение в принципе здесь опасности уже нету трещин нету ничего такого нету просто выбирайте более себе направление комфортное все давай давайте аккуратнее аккуратнее не спешите короче говоря самые главные этапы мы прошли здесь самое опасное это было вот здесь вот это поляночка там было очень много трещин в леднике они очень глубокие там 50 100 метров если свалиться споткнуться лед невозможно я думаю вообще нет шансов почти добрались до приюта вот этот приют в котором мы должны были жить и конечно же осложняет восхождение во первых дождь во вторых опасность схода лавин здесь периодически тает лед и вот этот лед со снегом совсем подмывает водичка он падает с этой стороны только что буквально час назад был камнепад серьезно поэтому ребята это не шутки шел я шел короче говоря друзья мои дошел вот такого места где не пройти не проехать невозможно надо будет по низу проходить уходите направо пойдем по низу короче дошли мы до тупика можно сказать сейчас придется снимать кошки и идти дальше по камням здесь вот речка как раз течет лыжи чьи-то валяются теоретически по горам можно попробовать подняться но что там будет и какие там будут камнепады и так далее и тому подобное друзья мы спустились вниз назад на место нашей ночевки вот здесь где-то был наш лагерь внизу потому что нам нужно было идти в приют подниматься по вот этим вот лестницам но многие не захотели подниматься с рюкзаками и вообще не захотели короче говоря в ту сторону идти потому что в любом случае наша дорога она дальше там потом за горой выходит на ледник но так как быстро здесь все тает и соответственно ледник отошел от скалы эта тропа которая была по которой люди ходили которые указаны в карте она исчезла ее просто смыло водой и и сейчас там нету поэтому мы я вообще честно говоря не знаю если мы сейчас придем в этот приют я не знаю оттуда будет тропа до следующего приюта до приюта космик или не будет поэтому неизвестно сможем или или мы продвинуться сегодня дальше или нам придется возвращаться назад туда откуда мы приехали и дальше идти в сторону монблан я не уверен я не знаю поэтому сегодня у нас такая прогулочка на два на три часа даже я думаю больше где-то три часа мы поднимались два три часа поднимались час я быстро спустился я обычно всегда прохожу вперед на разведку и потом по рации уже их корректирую чтобы они лишние движения не делали ну вот так получилось что я сегодня дошел до туда мы сегодня дошли до туда и уперлись ну чё господа альпинисты вот так вот здесь проходит маршрут мой периодически попадаются веревки разные тросы я очень рад что у меня есть страховка которая будет меня сопровождать я прошел почти полпути не знаю сколько вернее прошел сколько мне осталось и решил достать из рюкзака страховку подключиться потому что очень большая высота и не всегда есть лестницы поднимался я поднимался 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 никак лестницы не заканчиваются и подъем тоже ребята устали поэтому решили разбить палатку там же на том же месте и заночевать там же опять я на льду в палатке ночевать не хочу потому что у меня сегодня утром болело горло и я думаю что я лучше сейчас напрягусь чуть-чуть еще может быть полчаса дойду до приюта и там переночую в крайнем случае пойду завтра дальше или спущусь назад не знаю как лучше будет так сделаю ну что ребята мое восхождение продолжается вода закончилась лестницы тоже можно с трудом вообще разглядеть палатку легкий ну красную куртку и вообще наш весь лагерь я уже существенно поднялся выше того места где я был я так понимаю что где-то наверное вот за этой травой за этой горой уже приют и там я сегодня буду ночевать потому что естественно спускаться я при любом раскладе не буду и наверное многие люди сейчас подумают скажут зачем я сюда поперся почему я поперся один я вам скажу поперся с рюкзаком потому что нету смысла спускаться и подниматься если есть тропа до мон блана до следующего приюта отсюда мы пойдем если нет то мы спустимся вернее я спущусь и все если нет тропы трем людям не понадобится подниматься сюда если есть тропа если есть тропа она есть ее там не может не быть потому что ходят маршруты и так далее завтра утром ребята поднимутся сюда всех я им по рации сообщу всю информацию и они поднимутся и мы пойдем дальше в сторону мон блана вот такая вот у меня миссия разведывательная мы конечно могли пойти все вместе потом все вместе назад но я решил что будет справедливо если я схожу один взял на себя роль разведчика так сказать лестниц уже нету дальше обычная горная тропа достаточно безопасно я это сделал это было нелегко наверное это моя была одна из самых сильных сложных точек восхождения мы были вон там где острые скалы это гораздо гораздо ниже если соберетесь на мон блан идти поэтому с этого места лучше идите через этот приют посмотрите здесь даже туалет есть шоке обалдеть капитальное здание высота две тысячи пятьсот шестнадцать метров практически самого низа мы можем сказать начали по отсюда прыгают люди здесь или параплан или еще что-то я даже не знаю практически полторы тысячи метров я по прямой поднялся если не больше а мон блан 4 800 и нам надо пройти еще две с половиной тысячи метров я остаюсь ночевать здесь этот прекрасный приют будет сегодня служить мне наградой за моё за мою так сказать храбрость за мое упорство и за то что я наверное не захотел спать на снегу на льду там очень холод этот приют называется реквиум они большинство энергии получают от солнца и так далее от солнца потому что здесь нету никаких естественно водопроводов и ничего вообще такого нет там течет водичка сейчас чуть попозже покажу приходил макс мы уже прогулялись нашли метки я вижу вот там 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 короче говоря мы туда ходили вплоть до того что до самого конца ходили и нашли прошлись по меткам на самом деле мы сегодня были вот там я поднимался на гору перед ямкой и начинаются вот вот эти трещинки впадины на самом деле можно было обойти всего лишь надо было дойти вот до этого первого белого пятна до снега и потом наверх уже можно было ну естественно мы бы сегодня бы не дошли бы до следующего приюта до космика мы бы не дошли но мы бы смогли бы вернуться сюда легко нам не надо было бы обходить полностью полностью туда и спускаться вниз и потом еще подниматься по лестницам с 10-15-20 минут максимум потому что отсюда начинается как раз маршрут в сторону космика в сторону монблана а вообще мы гуляли сегодня вот там внизу и я вам скажу так что только ненормальные сумасшедшие люди и неадекватные и вообще ходят в таких местах потому что очень много трещин и глубоких льдин и и так далее и тому подобное поэтому в такие места лучше вообще не суваться и тем более мы не подготовленные люди никогда не делайте вот в такие места никогда не лезьте никогда не суетесь если вы находитесь в незнакомом месте проходите по меткам проходите по 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 тропинкам заранее готовьтесь к маршруту естественно у меня не было времени подготовиться потому что я точно не знал вообще попаду я сюда или нет окажусь я здесь или нет и естественно я вас если бы я бы ребят не встретил и я бы здесь сюда бы вообще может быть даже не пошел бы да я я думаю я сюда не пошел здесь есть очень хороший туалет вообще роскошный туалет с водой с туалетной бумагой с писсуарами вообще прекрасно здесь есть электричество 220 вольт это я понимаю спасательные сани какие-то или еще что-то мы вода написано что не питьевая но есть вода можно почистить зубы это классно это очень хорошо потому что там где мы ночевали там вообще практически ничего нельзя сделать представят вертолеты сегодня здесь летал вертолет он пару раз здесь приземлялся может быть даже кого-то забирал или кого-то привозил вообще дом трехэтажный очень красивый грамотно построенный он будет мне сегодня служить домом на мой сегодняшний вечер поэтому я очень рад что я здесь буду ночевать с этой стороны солнечные панели они вы генерируют достаточно энергии для того чтобы оснащать энергии полностью весь этот дом и это очень хорошая кстати альтернатива потому что можно сэкономить много денег на счетах прекрасный вид из окна горные речки что еще нужно человеку для счастья на высоте 2500 метров если я не ошибаюсь никакой жизни здесь в таком высокогорье нету квартир домов это считается очень высоко и ну не совсем комфортно для жизни так давайте зайдем во внутрь посмотрим что здесь внутри здесь как во всех приютах кроксы у них потому что люди в больших ботинках и так далее должны переодеваться много литературы всегда обычно в таких местах я не понимаю что здесь написано поэтому зайду так просто здесь кухня с посудой с чашками с вилками с ложками с плитой даже только нужно подключить газ газовый баллон здесь святая спальня вообще на самом деле планировка очень удобная большая группа людей сразу может разместиться и поспать здесь даже больше 20 человек сверху можно высушить одежду если кто-то что-то постирал но я щас поднимусь на самый верх думаю что там будет теплее всего и за ночью я только проснулся сейчас вышел с ребятами на связь по рации они сказали что очень устали и не хотят сейчас подниматься по по ступенькам по лестнице и скорее всего моя мое восхождение на монблан опять я не знаю скорее всего будет опять под угрозой сейчас они находятся внизу путь назад вернуться к вагончику к леднику к началу ледника точно такой же что дойти до космика и назад вернуться спуститься с игуль совершенно игой конечно здесь будет немного сложнее но в принципе то же самое но в любом случае я думаю это лучше чем возвращаться назад но я думаю это не знаю что вы себе что-то не зовете в гонки чем вы ему что-то не думаете а что что-то не нравится в легенде по полной и все стороны он и не взглянуло в этот раз он умеет впечатляться в полной и до сих пор я бы прикольный который может выращаться с dersставкой там я не могу не увидеть вообще с этим домом где я дал мальчик-воим загружающее длину яйцо и я буду заниматься сейчас там а вы думаете здесь вам сейчас достаточно хорошо хорошо